Добрый вечер, дамы и господа. Мы продолжаем наш курс, в котором мы читаем текст Туры и пытаемся его понять с точки зрения иврита. Конечно, мы решили, что в этом году мы не будем строго придерживаться Парашата Шавоа. И хотя на этой неделе мы уже читаем Вайера и в прошлую субботу, то есть вчера прочитали Лех-Леха, сегодня мы разбираем несколько глав из недельного раздела новых, которые в прошлых годах не были рассмотрены. Напоминаю вам, что вот вы видите текст на экране, текст был поставлен в нашу группу Telegram. Я отмечаю желтым слова, на которые я хочу обратить внимание, если время позволяет, и зеленым слова, которые я поставил в словарь, файл словарь, тоже я ставлю в Telegram. Так, недельная глава новых. Мы читаем ее по очереди, я начинаю. Следующая Анна. Анна, вы берете на себя функции распределяющего, да? Да, вы скажете, кто и что. Значит, тот, кто желает прочитать и перевести, милости просим, приветствуем. Тот, кто может прочитать, но перевести не берется, пожалуйста, сообщите мне об этом. И тот, кто хочет больше слушать, да, просто не включает микрофон, мы это видим. Да? Так, прекрасно. Так. Сейчас я попробую как-то вот это убрать. Ну вот так. Итак, мы дочитываем до конца, потому что до Ютбет мы в одном из прошлых курсов прошли. Ну, мы понимаем, что слово «йом» может быть понято и как сутки, и как дневное время. Да, чтобы подчеркнуть, что дождь не переставал, а лил подряд 40 суток без перерыва, сказано и «арба им йом» и «арба им лайла». Так. Анна, прошу вас, пожалуйста, имел. Так. Бэйцэм айом, айом азэ, бонох, вэшэм, вэхам, вэяфэт, бны нох, вээшэт нох, ушлошэт нашэй ваним и там. Банав. Да, банав и там. Эль атева. И в этот самый день вошел нох, и шэм, и хам, и ефэт, и ефэт, или как ефэт, да? Ефэт, сыновья ноха, и жена ноха, и три жены сыновей с ними в ковчег альтэва. Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот, бээцэм, это… В тот, вот, в тот самый день. В тот самый день, да, 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 поэтому мы можем сказать, что знаем точную дату начала покупок. И сколько длился потом, потому что дата окончания нам тоже дана. Спасибо. Так, Анна, кто у нас следующий? Тимофей. Тимофей, просим. Да. Так, вот здесь от нас потребуется небольшая хотя бы фантазия, да? Попробуем. И вот всякое живое… Гэм – это как гэм, они, 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 верхольца, да, да? Да, они, всякое живое по видам ее, всякая скотина по виду ее, и всякий ползающий, ползун, ползающий по земле. Так, присмыкающий, да, но это не только… Всякая мелкая живость, да? Так, всякое летающее, по видам их, всякая птица, всякая крылатая. Крылатая, совершенно верно слово. Канав женского рода означает крыло, но здесь это как то, что имеет крылья. Спасибо. Тимофей, все совершенно правильно. Так, Анна, кому поручим? Так, Людмила, если есть Людмила у нас. Людмила, Людмила вроде бы с нами, да? Вроде я ведет, да, я ведет ее. Так. Людмила, что-то Людмила не отзывается. Ну, может быть, и техническая какая-то причина, может быть, отошла. Давайте передадим… Людмила, здесь… Алло-алло? Да. Я тут. О! Что-то у Людмилы с интернетом. Что-то с интернетом. Давайте попробуем. У Людмилы значок выключенного микрофона, может быть. С задержкой идет интернет. Ну, попробуем. Плохой интернет. Попробуйте. Так, Людмила, слушаем ТЭТ-ВАМ. Попробуем. Так, видимо, ее выбросило, что ли. Что-то не видно вообще. Да, боюсь, что не пошло. Передавайте дальше. Девушки у нас кто-то… Никто из девушек микрофон не включает, видимо, не хотят. Ну, давайте. А, Людмила, Людмила включила микрофон. Вроде включила. Да, давайте, Людмила. Да. Людмила. Алло, алло. Нет, что-то не выходит. Да, видим, что с интернетом. Плохо. Печально. Слышно. Ну, слышно, но прям вот совсем не важно. Не слышно. Ну да, прям еле-еле прям совсем. Прям жалко. Наверное, наверное, придется нам попросить Людмилу. Будем надеяться, что наладится интернет. И в следующем цикле мы вас включим, да? После Людмилы давайте кто у нас? Кто у нас еще? Если девочки молчат, если девочки, кто из девушек, не включил микрофон, ну, значит, пока вроде, значит, пока, значит, выпал сейчас. Если кто-то захочет, он как-нибудь нам даст знать. Что делать, что делать? Я прошу вас, не стесняйтесь. Мы все учимся. Мы все учились понемногу. Так что, если вы прочитаете медленно или какие-то ошибки допустите, ничего страшного, мы все исправим. Хорошо, читаю я этот глав. И пришли к Ноаху, к ковчегу, подвое из всей плоти, которая в ней дух жизни. Вот буквально так. То есть всякая плоть, в которой есть дух жизни. Так? Вот так. Ну, тут написано, что пришли они парами, но в другом месте написано, что чистых было взято все-таки семеро. Да. Хорошо, тет, займ. Ну что, малым годом. Да, Анна? Да, сейчас тет, займ. Сейчас, так. Вы его... Так, это мы читали. Так. Вы оба им. Захар уныкива, миколь басар бау, ка шерцева, ото, элуким, ва из гор ашем бааду. Да. И пришедшие, пришли или пришедшие мужского и женского пола, или мужчины и женщины, мужского и женского пола, и от каждой плоти вошли, как повелел ему Всевышний, и затворил Всевышний за ним. То есть, прямо буквально пишут комментаторы, что буквально, можно сказать, сам Бог закрыл за ними дверь. Да, да. Пусть последний закроет дверь, как было сказано. Бааду, вообще, дословно, это означает «для него», «ради него». Да, для него. Да, да, да. Ну, смысл правильно передан. Верно, верно. Так, спасибо, Анна. Так, Юдзайн, поручим Тимофею. Ну, конечно. Да, Юдзайн. И вайсу. Это как носа. Поднимать. Да, да. Несли. Ковчег. И понесли буквально ковчег, да. Ватара от слова «рам» легорин, да. Да, высоко. Возвысился над землей. Да. Маль аэрец. Все верно, да. Так оно и было. Так, Людмила, давайте попробуем еще раз. Рискнем. Да, может быть попробовать, да, еще раз попробуем. Конечно, конечно. Это жалко как-то, что так вот. Людмила наш постоянный участник и замечательно работает. И очень жаль не воспользоваться. Есть ли? Да. Алло, алло. Нет, боюсь, но не получается. Очень плохо слышно. Очень плохо. Людмила, не ваша вина, конечно, но будем надеяться, что дело исправится. Так, ну что же, если никто не набрался смелости. Девочки, что вы не хотите попробовать-то? Нет, ну что вы, тут все свои. Никто никого не заставляет, конечно, но просто жалко, что прям так они прям стесняются. Да, да, да. Ну, это полезно и для нас, и для вас. Речевые навыки, да, они только практикой. Только практикой. Хорошо. Так. Юдхет, да? Да. Так. Нет, Юдхет. Да, Юдхет, правильно, 18, 18, да. О, Юдхет. Ваик беру хамай, ваирбумеон аля аренц, ва телех, а ты ва альпней хамай. Ваик беру от слова гевер, гвир, гибор, богатырь, да? И усилились, ну как можно еще сказать по-русски, какое еще слово есть? Воды и умножились очень над землею, и буквально пошел ковчег по поверхности воды. Ну, смысл, конечно, поплыл, да? Моряк не говорит, корабль плывет, а как говорит, корабль идет, наверное, вот отсюда. Да, идет. Так, Анна Юдхет. Так. И воды умножались прям-таки сильно, прям очень сильно над землей, и покрыли даже самые высокие горы. Тут, ну, комментаторы пишут, что это в несколько этапов было. Сначала там просто вода поднялась, потом уж там горы покрылись даже, вот, вот самые-самые высокие горы покрылись, которые под небесами. Да, да, да. Ваихусу, да, лахасот, покрывать. Ну, здесь стоит пассив, да, вы видите, по вот этому знаку огласовка, три точки по канали, называется кубуц, да? И были покрыты буквально, да? Не сами же они себя покрыли, покрыли. Вот их покрыли. Да. Так, спасибо, Анна. Тимофей, каф? Каф. Переводим. Егарим. Пятнадцать комод, пятнадцать локтей. Локтей. Это примерно с половиной. Мало, да, сверху говро усилились голды и покрыли горы. Да, верно, то есть над вершиной. Я спросил, кстати, Рава, значит ли это, что пятнадцать локтей над поверхностью воды такой тоже могло быть, если бы Всевышний захотел. То бишь над горою вода сделала так, потом, соответственно, огибающая по склону и так далее. Нет, сказал он, что воды было столько, но самая высокая гора, вершина ее оказалась покрыта слоем воды пятнадцать локтей. Вот так. Да, а как вы думали, так и есть. Я так и поняла, что самую высокую гору покрыли еще сверху на вот эти пятнадцать локтей. Ну, у меня профессиональная дефамация техническая, так что я вполне мог представить себе, что рельеф дневной коры был повторен, да, за добавление бедра с локтей. Ну, если бы Всевышний захотел, он мог бы сделать и так. Так, хорошо. А меня сейчас слышно? О, как хорошо. Конечно, Кафа, замечательно. Другого устройства попробовала. О, слава тебе. А, дело в устройстве. Интернет плохой, еще не что-то. А, Тимофей прочитал, да, все правильно, Людмила. Да, Тимофей прочитал. Можно? Да, 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 конечно, конечно. Ва игва, коль басар, ха ромес, аль ха арец, ба ов, у ва бхэма, у ва хая, у вэ холь ха шэрец, ха шорец, аль ха арец, вэ холь ха адам. И вот эта игва, это... Погибла, погибла, скончалась. И погибла все... Вся плоть. Вся плоть, кишащая, да, вот эта рома... Да, да, да. На земле, среди птиц, среди животных, бахэма это домашний, да, по-моему? Бахэма это домашний животный, ах, аль ха... Это дикие животные, да? И звери, и всякие шэрец, это кишащие, что ли? Да, да, можно сказать так, да. И кишащие на земле, и всякий человек. Да. Каждый человек. Да, именно так. Спасибо, Людмила, мы рады вас слышать и надеемся, что... И, хорошо, очень интересно, то есть нами, так? Я? Да. Ковет? Коль ашер нишмат руах хаим беапав, миколь ашер бахарава мету. Всякий, у которого дыхание нишмат, от слова нешама, душат, от слова нешима, дыхание. Дыхание руах хаим, духа жизни, беапав буквально, в ноздрях его, из всего, что ба-бе-харава. Посмотрите, пожалуйста, в словаре. Какое значение я нахожу для этого слова? Так, какого слова? Бе-харава. Что мне не переключаться? Эй, это такое, прям так сказали. Так сразу. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, я не то, о-о-о, я не то открыл. Да, пожалуйста, словарик 83, конечно. Харава то ли разрушаться что-то? А, вот такие слова. Харава разваленная. Или глагол, соответственно. Харав разрушаться, разрушаться рухнет. Вы знаете, я просто взял... Это глагол. А еще есть слово харава, это суша. Миколь, а харава, это все, что на суше. Вот явно не то, не суша. Да, да, да. Скажите, вот я сейчас открыл другой файл, а у вас остался текст? Нет, у нас текст стоит, у нас ничего не связано, слава богу. Это очень хорошо. Так оно и должно быть, да? И все, что на суше, да, погибло. Так, вы здесь можете задать вопрос, а рыбы, а кто нам скажет про рыбу? А рыбы, они остались живые, потому что они-то не грешили вместе со всякой гадостью, со всякими животными, со всякими. Ну, правда, не знаю, можно ли это поставить им в заслугу, поскольку они просто не имели такой возможности, да? Ну, а может и имели. Но в любом случае, да. Да, наверное, имели. Сказано, что животные друг с другом смешивались не по правилам, а всякие там, не по виду тут подчеркивают, что породы их, а они не породы смешивались. А, то есть рыбы могли разные породы? Они не образовывали гибридов и сами вели себя прилично. Вот поэтому их... Ну, что же, да. Вот поэтому рыба, в общем-то, это один из символов, да? Ну, их там сглазить нельзя, еще там что-то на них глаз не распространяется. Да-да-да, и все в воде, да? А вода – это, как известно, Тора, да? Хорошо, Кав, Гиммел... Кав, Гиммел... Мой? Мой. Почему же? Так, подождите-ка, Людмила прочитала, А, а вы прочитали Кавбет, а Людмила прочитала Кафалев. Ну, теперь я считаю. Теперь, да, давайте, давайте, конечно, да. Так, ва имах эт коль хайякум ашер альпней адама, ме адам ад брема, ад ремес ва ад ов ашамаем, ва имаху мин агарац, ва ишэр ахноах ва ашэр и то бетэва. И как бы стерто было всякое, ну, вот буквально айякум, все, что стоят, все, что стоит, всякое стоящее, ну, существующее, которое на поверхности земли, от человека до скота, от вот этих ремес, кишащего, ползающего и до птиц небесных, все было стерто, уничтожено, мин агарац. В общем, все умерли. Да, все умерли. И остался только ноах и все, что с ним в ковчеге. Правда, вот про это слово ахноах еще говорится, что он бедный там что-то кормил зверей, так бедный устал, что кого-то там не поспел вовремя покормить, его там немножечко поранили. Да, 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 есть интересный бедраж. Такие вот неприятности, что у него тоже были свои трудности. Да, 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 что в сегодняшнем я говорил. Эту компанию надо кормить было еще как-то. Вот, 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 да. 120 лет у тебя была возможность, а ты не догадался позаботиться о людях. Теперь забойся о животных. Вот так. Так. Да, спасибо, Анна. Так, Каф, Далит. Симофей, Симофей. Последний кусочек. Читаем. Ваих беру амаим аля арец мишим у меат йом. Так. И усиливались воды на земле хамишим, значит, 150 дней. 50 и 100 дней. Да, да. Ну, тут комментарии говорят, что разные были этапы, да? Хорошо, теперь мы, спасибо, Тимофей, переходим к следующему параграфу, который продолжает нашу тему. И вспомнил всесильный Ноаха и всю живность, все живое, которое, да, и весь скот, который с ним, то есть с Ноахом, в ковчеге. И навел Всевышний, в данном случае рог, это ветер на землю, ваишоку амаим. И, судя по всему, успокоились воды. Сейчас я посмотрю в словаре. Не зря же я его… Так. Так. Нет, к сожалению, что-то я не вижу этого слова. Ваиш, а, вот есть. И утишились, да. Но здесь я воспользовался уже не словарем, а комментарием Раши. Да, он приводит пример из Эстер, да, как утих гнев царя, так и утихли воды. Да, совершенно верно. Так? Там тот же глагол. Нет, ну, есть глагол шахах, вот они пишут шахах, это именно утихнуть, то есть там два, тут буквы каф одна, а там две буквы каф. То есть они склеивались. Может быть, они склеивались, допустим, в каких случаях, к примеру. Так. Обратите внимание, что это не тот глагол, который означает «забывать шахах», да, потому что лишь коах мы видим, мы даже слышим, что последняя буква там «хэт» в слове «забыть», а здесь два раза буква «каф». Когда вторая и третья буквы совпадают, они иногда склеиваются. Ой, а меня забыли после этого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, действительно, как нехорошо. А, это я... Ну, сейчас Людмила, что-то опять, мы поторопили. Сейчас Людмила будет читать. Спасибо. Спасибо. Можно уже, да? Можно, можно, всё, можно. И собрались, вот, да? Да-да-да. А, или закрылись. И закрылись воды над бездной. А, это источники. И закрылись источники бездны. Мая нос, да, да. И арубот. Ашамай, да. Дыры небесные, можно сказать. Слово аруба в современном иврите означает «печная труба», труба, через которую дым выходит. Но здесь аруботно встречалась просто в предыдущих параграфах. Это дыры, через которые вода лилась с неба. Буквально так. Сейчас я посмотрю словарь. Что-то нам помню. А, это не от кой, да? В смысле закончили. Нет, кой, это закончить с чем-то. Да-да-да, лихло. Как Келле, тюремная камера, да, прекратился. И тут приводит Раша еще несколько примеров вот этого койма. Тюремная камера Келле, да? Тюремная камера Келле, бейт, Келле, тюрьма. Пишется именно так. И прекратился дождь с небес. Да, с небес. Да, верно. Так. Пускай Людмила почитает еще один кусочек. Мы, да, мы решили, да, у нас не было... Пропустила, пропустила. Это называется штрафная. Нет, это не штрафная, это наоборот. Она же не сразу... Придавая, что прорвалась. И вернулись воды на землю. От земли, ме, аль, с, на буквально. С того, что они были над землей, они вернулись. Теперь выражение алох, ва, шов. Шли и остановились. То есть продолжали, останавливали, шов, возвращаться. Продолжали возвращаться, по-моему, когда вот два вот этих... Когда два глагола, это как бы не и вроде бы, да, а как бы продолжали что-то делать. Дело в том, что, например, это не значит идет и увеличивается, а значит увеличивается постоянно. Ну, продолжает как бы, да? Да, да, да. То есть постоянно уходили, уходили, хорошо, возвращались, да. Ваяхсы, хасар, это недоставать, да. Недоставало воды, или как сказать? Имеется в виду. Уменьшалось, ее все меньше и меньше. Воды от края? 50... Да. Да, кажется, это край, да. 50... У меат, меа, что? 50 и 100 дней. 150 дней. А, опять, да? 50 и 100 дней. Да, да, да. Так, да. Спасибо, Людмила. Анна, кстати, 4? Ну, теперь, наверное, точно я, потому что Тимофей был, Людмиле мы даже давали 2. Так, вэтанах, адэва, бэходыш ашвии, бэшива асарьём лэходыш, аль-гарэй арарат. Вот слово тэтанах, это, видимо, от слова ноах, я как понимаю, от глагола. Успокоиться, успокоиться, установиться, упокоиться, типа. И остановился ковчег... Да. Что, Людмила? Кто-то, Людмила, хотел что-то сказать, нет? Так, и остановился ковчег в месяце 7-м, живи асарь, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вот насчёт того, какой это был месяц, тоже есть дискуссии, что за месяц такой. Потому что, смотря, что считает началом. Если Мархешван, начало потопа, то, значит, вроде как, какой-то, от какого месяца считать. Да, да, прекрасно. Так, Араратские горы. Так, теперь... Тимофей, Тимофей, теперь должен быть. Да, давайте. Так, переводим. И воды продолжали убывать. Да, именно так. До месяца 10-го. До месяца 10-го. В 11-м дне месяца показались главы гор. Похоже, да. Да, вершина гор. Так, кажется, так. Да. Ну, наверное, точнее, в 10-м месяце, в первом дне, как-то тут вот эти вот Ва-Сири и Ва-Хад. Доходишь. Вот Ва-Сири, да, повторяется дважды. Я просто не помню, кто там говорится про это. Так, разрешаю посмотреть в переводе. Там наверняка это согласуется с комментариями. Так. До 10-го месяца они убывали. В первый день 10-го месяца показались вверху вершинный гор. Так было... Там же сначала сказано 15 локтей выше самой высокой горы. А тут прошло примерно 3 месяца они убыли, 15 локтей убыли. На Чудо-Раш там делают вывод, что по 5 локтей в месяц примерно убывало. Он даже там рассчитывает в каком... Какая была осадка ковчега, насколько там... Какая была на основании вот этого. Сколько там... Примерно так. Там, правда, какая-то хитрая арифметика у него. Ну, что же, да. Заметим, что последний любовический рэбе он по профессии, полученной в Ленинграде, был кораблестроителем. Так. Замечательно. Вав... Чей? Людмилы. Людмила. И было по окончании 40 дней открыл новых окно ковчега, который сделал. Который сделал. Совершенно верно. Спасибо. Так. Теперь, наверное, я, да, Зайна? Да. Ва-и-шалах Эт-ха-ор-ле Ва-и-цэ Я-цо Ва-шов А-д-ге-вошет А-ма-им Ме-аль-а-ар-эц И послал О-рев это ворон. Ворон и ворона суть разной птицы, да. Есть ворона и самец вороны, есть ворон и самка ворон. Здесь говорится именно про ворона. Вот. И его миссия была неуспешна, поэтому вот он такой зловещий, как нам объясняет Эдгар Алан-по. И Йо-е-цэ Я-цо Ва-шов И вышел И выходил И возвращался. Вот так можно понять этот оборот. До Йо-е-вошет А-ма-им до того, как обсохла, да, стала Йо-шет Йо-вэш да, вода с земли, да, то есть показалась нормальная суша, а не только вершины гор. Да. Хэт, Анна, прошу вас. Да, тут сказано, там сказано, что ворон даже и не попытался улететь, он испугался, что его жену кому-то другому может отдадут. Помню о развращенности видимо предыдущих поколений. Поэтому он тут чуть-чуть разделал вид, что он полетал, и я так очень вернулся. Далеко не оказался. Какой верный оказался, надо же. Говорят ловить. Ревнивый, да. Ревнивый муж, ревнивый муж был очень. Да, может быть по этой причине героем своей трагедии Шекспир сделал именно Отелло. Ну, такие вот ремисценции мне уже. А при чем Десят Элло? А он черный. А это не я сказал. Неполиткорректно, ладно, хорошо. Да, да. Так, было так, хорошо. Вышлах от Айона мэйто лирот Ак Акалу Амайем не Альпный Адама и послал Голубя мяту от себя посмотреть. А вот интересно Акалу Каль это легкий. Каль это легкий. Облегчилась ли вода на поверхности земли? Давайте я посмотрю что у меня есть. Так. Хекель да, облегчать, смягчать, да. Убыла ли вода с поверхности земли дает нам перевод. Да, от слова кальп. Так, Тима сейчас должен быть. Тима это моё. Читаем. Белом отца Айона манох лэ гав рагля ва ташав элав эль а тэва кима им альпней коль арац вайшлах ядо ва ва кх ва кх а ва 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 а лав э лят тэва совершенно верно при переводе надо учесть что слово йона голубь женского рода да так переводим да и не не нашел голубь манох отдыха для буквально ступни ладонь ладонь да то есть каф рагала для стопы ноги своей как так и вернулся вернулся к нему к нему то есть к ногу да был ковчег потому что вода над поверхностью всей земли и протянул руку его вайкхе вайкхе и взял ее на головку вайаве утан элав и привел ее то есть голубя к себе элятыва ковчег да 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 есть спасибо все правильно так какую ассоциацию вызывает вас этот пасук никто не скажет замечательная песня йона мацаво манох вешам енух уй геакох говорится что когда в конце концов да нашел вдохновение голубь это происходило именно в субботу так помните такую песню йом шабатон как называется песня называется йом шабатон первые слова йом шабатон эйн шкох что-то такое знакомое знакомое но не помню эйх эйх как эйх йом шабатон песня называется йом шабатон Ваехаль от Шиват Ямим Ахарим Вайосеф Шалах Эдхайона Минхатева И еще Ваехаль Подождал, да, еще подождал Ну смысл такой, да, я просто вспоминаю корень, да Да, еще Шиват Ямим Это не Махакэ, это другой глагол, да? Нет, про какой глагол я уже спрашивала? Запуталась И халь, и халь, это же есть разное, есть смысл ждать и надеяться Там, правда, в современном, там двою, да И халь, и халь, это же да Ага, понятно Подождал еще семь дней после Семь дней других И добавил, еще раз послал Снова послал, прибавил посылать, да? Да Ну все, из Ковчега Голубя из Ковчега, да, 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 верно Прекрасно Так, Юд Алиф мой, да? Подождите-ка, а как это? А, да, вы правильно все, это ваш правильно Думаю, не забыли мы опять кого-то Боялся, мы кого-то опять забыли Ладно, не забыли Ну давайте, давайте новый цикл И пришел, буквально пришла к нему голубь Ко времени вечера, то есть к вечеру, да? Да, и вот Але, это в данном случае листочек, да? Листок маслины, да, оливы Тараф Тараф в данном случае сорванный, да? Тареф это раздирать, да? Тефа, буквально растерзанное Это любое животное Убитое не путем пшхиты, да? Бефига Буквально в устах ее, то есть в клубе голубя И узнал Нуах, что ушли воды с земли Калу я перевожу как ушли Хотя это не совсем точно, да? Почему это он понял? Потому что появились деревни, да? Вот таким образом голубь стал символом вроде бы спокойствия и мира Но люди, которым поставили память не при жизни Ассоциируют голубя несколько с другим процессом Но, впрочем, это не важно А получается, что это, получается, дерево не просто появилось А еще и что-то на нем выросло Там уже навряд ли за столько дней листики остались, да? Вы знаете, я не пробовал Если поместить оливковое дерево на год в воду Останутся ли на нем поместить На 300 дней, как минимум Или даже Может, она уже за этот месяц Сколько там вода, она уже и распуститься успела Там было тепло и хорошо Может быть, не спустя, да Но я знаю, что древесина оливкового дерева Очень медленно растет И есть деревья, например, в Гусхеброне Которым насчитывается 500 лет Но как быстро появляются листья, честно говоря, не знаю Думаю, что довольно быстро Потому что я видел тоненькие, очень тоненькие веточки побеги Прямо от корней И листья на них уже есть То есть не то, что оно появилось к верхушке А получается, само дерево уже на сухом месте выросло Ну, кто же, может, и выросло Ну, бывает же, от корней растут побеги Может быть, и осталось там чего-то Спасибо, это был я, да? Да Так Теперь Анна Да, это я Так, Анна, это точно Точно, я вспомнил Да То есть уже более к нему Более не вернулся Да, то есть, очевидно, нашел Иона Маца в Амануах Да, нашел Отдохновение для ступы Да, еще комментируют это так Что показал Голубь показал Ну, ахулист дерева Чтобы сказать, что, мол, лист, он, конечно, горький Но зато это меня Всевышний кормит А лучше получать горькую пищу из рук Всевышнего Чем там что-нибудь вкусненькое у тебя Чем ты меня там кормил Вот так Я думаю, это прекрасно знал Селлинджер Который, у которого есть такой обороны Кто вас кормит? Голуби в парке Думаю, что в инвестиции А вот найдите Это у Селлинджера Можно загуглить В каком произведении Или это просто цитата Я не помню точно Я помню цитата Которую мы используем в семье А вот откуда она, не помню Ну, неважно А вот интересно, что Выражение, да Что больше там что-то не делал Вот Ло-я-с-фа То есть Просто иногда Скорить в современном Да, как это перевести А вот Тут вот такое интересное Да Постоянно Ло-я-с-фа Да, 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 да Да Я не хочу более об этом разговаривать А не Ло-ас-и-ф-лэ-да-бэраль К примеру Вот такими Тяжеловесными Архаичными Конструкциями Можно Да Ло-ас-и-ф-лэ-да-бэр Я не увеличу буквально Говорить об этом Более я не буду Говорят сейчас так, да? Не говорят Не говорят Это Не разговорная речь Это скорее Литературная речь Вот Но Как бы Вот мои крутые понты Понятно Так Хорошо Замечательно Кто у нас это был? Это был я Сейчас я Ютгимин Тимофей Тимофей должен Спасибо Анна, спасибо Так Ютгимин Ва ягьи Да, ютгимин Ва ягьи Бе-ахат Шеш-мэот Шана Берешон Бе-ахат Ла-ходэш Гарву Амайм Ме-аль-Арец Ва ясар Ноах Эт Мехсе Атэва Ва Ярэ Ва Иэ Бе-инэ Харву Пней Адама Да Переводим И было В 1 И 600 600 В 61 году Да В первом Месяце 1 Числа Месяца Да Первый Берешон Бе-ахат Ла-ходэш В Харву Берешон Это наверное Первый месяц Айхан Ла-ходэш В первые Числа Месяца Харву Амайм Ме-аль-Арец Харву Это как Правильно Да Харву Это суша У нас была суша Обсушилась Обсушились Да Обсушились Воды Да Свод поверхности Земли Так И откинул Но Покрытие Ковчега И увидел И вот Харву Обсушились Поверхность Ну и Слава Так Юд Спасибо Спасибо Людмила Теперь У У Ва-ходэш Ха-шэ-ни Би-ш Би-ш Бэ-шив-а В-э-э-с-рим Йом Ла-ходэш Я-я-в-шаха-а-рац И Месяц И второй месяц Седьмой Шив-а-вэ-э-с-рим Двадцать седьмой Двадцать седьмой День В этот месяц К этому месяцу Да Вот ла-ходэш Тут к этому месяцу Получается Да Ла-ходэш Да То есть Двадцать седьмого Числа Этого месяца Высохла Земля Высохла Да Высохла Слава Богу Так Спасибо И Сказал Всевышний Ноаху Говорят Я возьму еще одно Цэ-мина-тэва Ат-тавэ Иш-тыха У-ванэха Уш-ней Уншей Извините Уш-уншей Ванэха И так Выйдите Из ковчега Ты и жена Твая И сыновья Твои И жены Сыновей Твоих Отсюда Делает Вывод Комментарий Что При входе В ковчег Были Перечислены Отдельно Сначала Мужчины Потом Женщины А здесь Идут Пары То есть После Ноаха Его жена После Сыновей Их жены То есть Все время Потопа Сукружеская Близость Была запрещена Но теперь Возобновляется Естественный Ход Событий Итак Юд Зайн Анна Да Да Кстати Вот 27 число Тут сказано Высохло Это второй месяц Считается Мархешван Первый месяц Получается Теширы 27 Мархешван Современное Движение Бнаенуах Оно Празднует 27 число Этого месяца Как Свой Вариант Еврейской Иудейской Веры Для неевреев Вот Как-то Можно Их Так Оборвать Но Ведь Все Люди Все Люди Получаются Внено Тут Имеется Ввиду Не физически Биологически Не биологически А идеологически Это Они Какое Особое Движение Совершенно Верно Если В течение Долгого Времени Если Мне пришлось Вступать В спор Приходилось С христианами Я могу Показать Насколько Ваша Религия Ошибочна Но Мне Нечего Вам Предложить А Критиковать Не имея Положительной Программы Безнравственно То Теперь Я В общем Могу Сказать Идите К Наахиду Ну Там Довольно Скучновато Довольно Так Нельзя Создавать Новую Религию А Это Получается Похоже На Новую Религию Это Не Новая Религия Это Все Идет Из Торы Другое Дело Есть спор Действительно Что Многие Из них Формируют Общины То Это Уже Действительно Гранич Новая Религия Поэтому Много Разногласия А Можно Им Общины Создавать Или Это Должны Быть Самодеятельные Самодеятельные Или При еврейской Общине Или Одиночки Должны Там Не Так Все Просто Идти Пока Некуда Послать Сказать Куда Идти А Куда Идти Как Их Нет Они Как Бы Есть Но Их Как Бы Нет Это Что-то Казообразное Я бы Сказала Да Есть Замечательный Рассказ В Интернете Можете Поуглить По имени Автора Елена Римон Я Не Помню Как Рассказ Называется Но Главный Герой Назван Там Матвеем Губининым На самом деле У него Другое Имя Фамилия Но Вот Так Вот Он Выведен Это Реальные События Там Как-то Вот это Пересекается С Богоискательством И С попытками Уйти От Христианства Но Не всегда Христианство Отпускается Я скину ссылочку Раф Раф Я скину ссылочку Ребята Очень интересный Рассказ На самом деле Я скину ссылочку Телеграм И реальный И реальный Да Телеграм Группа Конечно Все Да Спасибо Просто у него Измененные Ими Фамилии Естественно Вот Так Я читаю Дальше Это Юдзайн Веколь Агая Ашер Итха Миколь Басар Бэов У Вэ Бэгима У Вэхоль Арэмес Арэмес Альгаарец Хайце Итах Вэшарцу Баарец Уфру У Хару Ураву Уфару Вэ 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 Раву Альгаарец И всякое Живое Которое С тобой Из Плоти Сякой Плоти Из Птиц Из Животных Из Сякого Ползающего Присмыкающегося Которое Ползает Присмыкается По земле Так Выведи Хайце Мес Водух Хайце Там Крият Как это Называется Крият Вот Это А Это Кри 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 Ух ты Выведи Там Хайцы Получается Ищель От Э Как Хайцы Выведи С тобой Выйдет А С тобой Выйдет И Пускай Плодятся Разводятся И Плодятся Размножаются На земле Да 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 Это Повторено Да Вот Вот Этого слова Шарцу Буквально Будут Ползать Но Это Относится Не только К ползучим Но и К высшим Животным Так Хорошо Я думаю Что мы Сегодня Все таки Добьем Хэт А вот Тэт Мы уже Брать Не будем Оставим Это Как Вот скажет Анна Может быть На следующем Санятии Осталось У нас же Всего Раз Два Три Пять Пять Этих Конечно Это мы добьем Я говорю Про следующий Параграф Да Ну куда уж Время-то осталось Минут пять От силы Так вот вопрос Давайте Через неделю Или оставить Еще на следующий Цикл Давайте На следующий Цикл Чтобы Разнообразие Так Все таки Интересно Давайте Давайте Хорошо Так Так Тимофей Тимофей Да Да ВАЕЦ Ноах Увана Вы что Уншей Банав И то И вышел Ноах И сыновья Его И жена Его И жены Сыновей Его С ним Да Верно Так Спасибо И вот Людмила Опять Кишачки На земле По Семьям Вышли Из Ковчега Совершенно Верно Спасибо Вот Такое Длинное Слово Оно Нетипично Для Иврита Но Корень здесь Миш Па Ха Это уже Четыре буквы Да Вот это Префикс А Вот Здесь Множественное число А здесь Дополнительный Суффикс А мишпаха Оно Мишпаха Характерно Для Для Я честно говоря Не знаю Мем Это Как бы Добавление Корня Или Часть Корня Не верю Сейчас сказать Мишпаха Это Слово Само по себе Не особо Длинное Но Вот Где здесь Корень Или это Действительно Корень В смысле Оно Встречается Да В хумаше Мишпаха Мишпаха Конечно Да Просто Тут длинное И кажется Что оно Как-то Необычно Поэтому Да 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 Но Очень часто Встречается Да Конечно Мишпаха Адама Да Хорошо Прекрасно Спасибо Это Это Вы Теперь Наконец Я Чистый Чистый Да И Вознес Жертва Извините Все сожжения Олон Буквально На Жертвенник То есть Нуах Уже знал Какая скотина Чистая Какая нечистая И тоже В отношении Сиц Откуда это ему знать Очевидно Всевышний сообщил ему Потому что До того Да Люди Мясо Не ели Так Хорошо Каф Алиф Анна Прошу вас Давайте Ребят Почитают Тимофей Людмила Как раз Всем Давайте Ну давайте Ваярах Ашем Атреях Анихуах Вайумер Ашем Эль Льво Лю Осиф Лекалель От Эт Адама Павур Адам Ки Йецр Лев Адам Ра Мим Урав Лю Осиф От Лекот Эт Коль Хай Кашер Осити Переводим И Обонял Всевышний Обонял Приятное Глагоухание Совершенно верно Рех И сказал Всевышний В сердце Своем Не добавлю Проклятия Еще Не буду Я более Проклинать Мы Не буду Более Проклинать Землю Баавур Из-за По причине Из-за Человека Потому что Начало Сердца Человека Злое Мин Урав От Юности Его Да То ли потому Что Человечество Еще Юно То ли Потому что Да То ли Начиная С юного Возраста Каждый Человек Такой Такой Имеет Ецар А Ра Ецар То возникает Человеки Только К Совершеннолетия Да Так Да Прошу вас Дальше Было Блесик Вот Не добавлю Подождите 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 Дочитали Да Я привожу Дочитали Люди Приводили Ага Все Все Понял Спасибо Извините Да И добавлю Больше Негакот Ударять Не буду Больше Бить Все живое Которое По типу Того Что сделал Как Сделал Я Да Я нас Слушай Наверное Тимофей Да Вот Это Клятва Всевышнего Подчеркнется Что Балев Он сказал Эль Либо Сердцу Своему Буквально Да Она была Известна Евреям Поскольку Всевышний Открыл Но мы видим Например По метрашу Что Другим народам Это было Неизвестно К примеру Фараон Тот самый Фараон Да Почему Он Младенцев Именно бросал В воду Он знал Что Всевышний Действует Меда Кенегет Меда Мера за Меру То есть Если я Уничтожаю Евреев Водою То Всевышний Должен Будет Меня Уничтожить Чем Потопом Наказать Меня Потопом Но ведь Он же Обещал Что потопа Не будет Не учел Фараон Что Всевышний Обещал Не уничтожать Весь мир Не только Потоп Но и Другими Способами Но уничтожить Часть мира Не дай бог Скажем Народ Целый Или население Города Или остров Или даже Целый континент Всевышний Это не Обещал Не запретил Себе Скажем Так Кроме Всевышний Сказал Что он Не низвергнет Воды На людей Но он Может Сделать Так Что люди Войдут В то место Где была Вода А вода Всего-навсего Вернется На свое место Как собственно Это было На Ямсуф Так Маленький Такой комментарий А фараон Что читал Туру Наверное Да Он был Большой Было куча Мудрецов Они ему Там все Советовали Откуда Они Ну хорошо Ну не читал В оригинале Потому что Известно Что фараон Иврита Не знал Но может Он читал В русском В русском Триоте А тогда Русского Не было Еще Наверное Не был Не был Конечно Стесно Не был От Коль Емей Арат Зера В Кацир В Кор В Хом В Каяц Вахор В Ём Валайла Ло Ижботу Куда Ударить Не знаю Ежботу Наверное Да И до Всяких Нет Еще Более Да Еще Все Дни Земли Да Зера Ижатва Зера Наверное Посев Тогда Будет Да Раз Сеяние Ижатва И холод И зной И лето И зиму И день И ночь Не прекратятся Не прекратятся Да Совершенно верно Ижбот Это как Шаббат Да Шаббат Да Ну наверное Хватит на сегодня Спасибо Мы рассмотрели Восьмой параграф И окончание Седьмого То что у нас Оставалось В прошлых циклов И вот Девятый Конечно Мы сегодня Уже Не разберем Все Огромное Спасибо вам Приходите еще Спасибо вам Шаботу Спасибо Всем спасибо Девочки Надеемся Кто-то другой Еще почитает С нами Вместе Расхрабряться И будут читать Мы не страшны Вам это действительно Пойдет на пользу Не улучшишься У нас Людмила Когда начинала С нами Она там читала Прям буквально По слогам А сейчас Она вон как шустро Уже читает Прям будь здоровая Я вместо Людмилы Вот по слогам Со следующего занятия Я начну Ну и хорошо Никто Никто не будет Никто смеяться Счастливо Счастливо Счастливо